Доброе утро, друзья! Сегодня мы решили поговорить на такую злободневную тему, как воспитание детей. Ведь многие, становясь родителями или еще только планируя детей, задумываются, как же воспитать их правильно, как дать им все для того, чтобы они стали счастливыми. Интересный профессиональный взгляд на воспитание мы сегодня попросим высказать нашу гостью. Анну Фетченко – это психолог и эксперт в психологии личности. Доброе утро! Доброе утро! Итак, Анна, с чего начать воспитание, на какие точки, на какие моменты обратить внимание? Воспитывая ребенка, надо обязательно понимать, какой вам достался ребенок. Потому что, когда мы знакомимся со своим ребенком, мы вдруг обнаруживаем, что он вообще-то дан нам не так называемым пустым сосудом, где цель родителей – наполнить его содержанием, а ребенок нам дан уже каким-то. И вот это понимание, о чем же его все-таки природа наделила, не только внешностью, но и психологическим содержанием, вот это психологическое содержание Юнг назвал архетипами. Назовем это слепками, задатками личности. То есть это такие первоначальные способы реагирования на мир, которыми ребенок обладает с момента рождения. Вот сейчас родители на чем сосредоточены? Это как воспитать ребенка здоровым, да, то есть все помешаны на здоровом образе жизни, и это абсолютно правильно. И очень все сконцентрированы на развитии интеллекта. То есть как воспитать ребенка умным, якобы это потом приведет к успешности, к адаптированности. Да, это приведет, но не всех, поэтому я немножко здесь с оговорками, да. Какая у нас по большому счету цель воспитания ребенка? Счастье. Счастье. То есть всем мы желаем ребенку счастья, да. Это абдактированность, такая приспособленность, да, к жизни, умение переключаться, потому что мы даже видим, да, как жизнь меняется, поэтому вот эта способность к переключению нужна. И еще есть такое хорошее выражение, оно немножко заштампованное, но на самом деле оно очень хорошее. То есть чтобы ребенок был гармоничным, чтобы в нем и интеллект, допустим, да, рациональная сторона, и эмоциональная, чтобы он был нормальным человеком, сопереживающим, чутким, да, и вот об этой стороне очень часто забывают. И если мы берем архетипы, как слепки личности, да, то мы говорим о том, что если кому-то дан интеллект, есть такие вот, мужской есть такой архетип, интеллектуально очень сильный, такой целеустремленный, вообще мечта всех родителей получить такого ребенка, да, но они достаются не всем, но у него очень страдает морально-нравственная сторона. И здесь, когда родители концентрируются и очаровываются тем, что вот у них такой ребенок, они очень поздно спохватываются, что а он-то на самом деле не очень-то и с верстниками где-то любим, а ему где-то к юношескому возрасту очень трудно девушку найти, потому что при том, что он такой золотой, но что-то в нем не так, да, он где-то не очень добрый, он дружит со словом, поэтому может очень обидеть. Обращайте внимание на формирование его способности к сопереживанию, к чувствуне боли другого человека. Они не позволяют другим людям быть слабыми, то есть им кажется, что все должны быть сильными, успешными. Кажется, как он. Да, как он, а остальных презирают. Каждый архетип имеет плюсы и вот имеет минусы, если он становится единственным. Если позволить архетипу завладеть личностью, то есть воспитывать ребенка неправильно, сделать доминирующий архетип единственным в личности, так называемое поглощение архетипом личности, то мы обязательно получим, есть такое название психологических травм, как волчья яма. То есть он заведет архетип, заведет человека в какие-то негативные аспекты. Я работаю в рамках такого направления, которое выделяет 8 архетипов мужских и 7 архетипов женских. С архетипами девочек намного легче и воспитывать сейчас, я это утверждаю просто как специалист девочек, гораздо проще. Почему? Потому что к девочкам сейчас меньше требований и общество готово видеть женщину разную. Мы готовы видеть женщин-карьеристок, мы готовы видеть женщин-домохозяек. То есть мы разрешаем женщинам быть разными. А с мальчиками не все архетипы обществом одобряются. Вот да, мы готовы видеть мужчину волевым, целеустремленным. А что делать тем, кто родился отстраненным, погруженным в себя? Вот давайте возьмем нашего знаменитого физика Пелермана, которого все там преследовали. Да почему он не берет Нобелевскую премию? Да почему он так себя ведет? Да потому что у него природа такая, потому что это его система ценностей, а мы им не разрешаем быть таким, какой он есть по природе. Есть архетип чувственного неженки. Вот, наверное, самый сложный для принятия родителей такой архетип мальчика, когда мальчик растет больше ориентированным на маму, больше ориентированным на общение с девчонками. Почему? Потому что ему неинтересна вот агрессия мальчишеская. Из таких архетипов вообще вырастают великолепные творческие люди, вообще талантливые творческие люди. Такому мальчику нужно добавить рациональности. То есть такому мальчику нужно показать, кстати, у них волчья яма, это все в жизни пробовать на вкус. И дать им возможность быть такими, какие они есть. Потому что иначе, если они себя не принимают, они уходят в алкоголизацию, то есть у них наступает социальная деградация. Есть архетип, вот очень распространенный архетип, это мальчики тихони. Мальчики несколько такие забитые, которые в классе на вторых ролях, которые учителя не замечают, которые не очень справляются с интеллектуальными заданиями. Но у этих мальчиков очень развита способность к труду. Это те, кто в конечном итоге может овладеть каким-нибудь практическим навыком. Именно из таких мужчин вырастают, допустим, шикарные пластические хирурги. Или те, которые там скульпторы, кто создает... Усидчивость у них есть. У них есть усидчивость, да. У них есть способность к сосредоточению. Родителям надо быть очень чуткими. Мальчики всегда проговаривают свой интерес. А родители очень часто отмахиваются. Если знать это и ни в коем случае не игнорировать это качество, а его использовать, то не переживайте, из вашего тихони вырастет талантливый, успешный человек. Самое главное – не ломать природу ребенка. То есть знать ее, смотреть на нее открытыми глазами. Да, вам достался вот такой ребенок. И знать как бы вектор воспитания, куда этого ребенка необходимо вести. Не своими целями подменять воспитание. Что мы делаем, да? Мы свои цели задаем, мы свои какие-то комплексы на детей, свои нереализованные мечты на детей переносим. Не этим заниматься, а принять ребенка такой, какой он вам достался. Знать сильные его и слабые стороны, использовать силы и развивать слабые. Развивать слабые. Друзья, я думаю, что для первой беседы с Анной нам материала, по крайней мере, вам точно для переосмысления хватит. Как ты считаешь, Катюша? Замечательно поговорили. Я надеюсь, не в последний раз и про девочек мы в следующий раз еще подробнее раскроем. Сегодня у нас в гостях была психолог, эксперт воспитания личности Анна Феченко. Спасибо.